МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Много побед, много разных признаний. Хотелось бы, конечно, сегодня поговорить об этом. И не только, потому что в 2022 год вы тоже стремительно ворвались. Все новогодние праздники, более, по-моему, 30 было проведено спектаклей, концертов и выступлений. Я не представляю, как ваша труппа справилась со всей этой нагрузкой. Но, судя по отзывам зрителям, справилась она блестяще. Да, спасибо. Действительно, 2021 год был очень насыщенный. И мы очень рады, потому что после вот этого застоя такого, связанного с пандемией, мы, конечно, очень страдали, что не было у нас зрителей, что мы не могли выйти к нашему любимому зрителю, который нас ждал. Ну и вот свершилось чудо. Все, конечно, очень переживали, боялись, что в декабре закроют, в январе закроют. Но этого не произошло. И ребята действительно сыграли 34 спектакля за вот короткий период, с 18 декабря по 7 января. Было очень тяжело, было очень сложно ребятам. Но вы знаете, вот интересное свойство актерской души. В один день идут три спектакля. Понятно, что ко второму спектаклю все уже уставшие, да, все уже, значит, делают какое-то там усилие. И вот заканчивается третий спектакль. Казалось бы, все должны просто рухнуть на сцене и уже не готовы быть, собирать даже реквизит. Но нет, происходит то самое чудо. Обыкновенное чудо. Даже не то, что второе дыхание, а какая-то одухотворенность. Появляются вот те самые крылья. А эти крылья дарит нам наш зритель. Потому что каждый раз, выходя к зрителю, мы получаем положительные эмоции, положительные вот эти все флюиды, которые идут из зрительного зала. И их так много накапливается к последнему спектаклю, что их гораздо больше, чем вот та сумасшедшая усталость, которую испытывает актер. И, конечно, с одной стороны, уставшие, изможденные, да, потому что приходилось играть не очень здоровыми ребятам, да, у кого-то был там насморк, кашель, да, какие-то там такие неприятные вещи, которые всегда происходят. Но, с другой стороны, ты получаешь такой заряд энергии, ты понимаешь, что ты не зря прожил все это время. И что за новогодние праздники ты подарил столько счастья и радости детям и взрослым. И, ну, не знаю, если что-то ярче и круче, это эмоции полученные. Прошла магия кино. Блестящее завершилось тоже в начале декабря. Состоялась церемония. Огромное количество городов. Запущен ли новый прием заявок? Ведется ли уже? Мы по традиции последних лет открываем заявочный ресурс в апреле, 1 апреля. Но уже сейчас нам звонят, звонят и пишут, и говорят, вот можно ли такое кино, можно ли вот это прислать, когда начнется сбор заявок. Но вот 1 апреля мы, конечно, начинаем новый круг и понимаем, что будет много желающих поработать в этой стезе. И очень приятно, что каждый год действительно, во-первых, Егор с нами, Кончевовский, вот, бессменно. И опять он дал, естественно, согласие, что он с нами, что он нас курирует, что он помогает, что он представитель жюри. Вот. Ну и приятно, что ширится география. И ширится не просто для галочки появляется какой-то новый город. А каждый новый город и новое какое-то поселение, оно приносит новый виток развития. Потому что работа становится интересней, ярче и профессиональней. Мы вспоминаем то смешное время, когда на первый фестиваль нам было прислано от нескольких пользователей слайд-шоу. И люди думали, что это кино. И мы их очень долго убеждали, что это, к сожалению, не кино. Вот. Сейчас, конечно, об этом вспоминаем так с улыбкой, думаем, было ли это на самом деле. Было и другое. Очень урожайным год и успешным был для вашего художественного руководителя Михаила Ильина. Вышли сборники его стихов. Он получил литературные награды. Тоже поделитесь, пожалуйста, этой радостью. Да, мы очень гордимся. Но, во-первых, Михаил Борисович, скажем так, наша изюминка. Потому что у нас есть автор, который дает нам очень красивые, очень добрые, оригинальные сказки. Потому что сделать спектакль на Новый год всегда возникает вопрос, где взять тот самый сценарий, который не избит, не изъезжен, ну и не глуп, будем так говорить, а несет какую-то ценность для детей и для взрослых. И вот Михаил уже несколько лет пишет нам замечательные сказки, хорошие, добрые, причем, которые с того, что смотрят и дети, и взрослые. Потому что там есть и юмор тонкий для взрослых людей. Ну и, конечно, зрелищность для детей. И много Миш пишет и песен, и стихов на военную тематику. Это тоже всегда очень сложно. Потому что очень часто о войне маленькие дети читают странные стихи, написанные, скажем, для взрослых, о взрослых людях. И это вызывает некий такой диссонанс. И когда мы это увидели, узнали, а у нас очень много же в трупе малышей и детей, которым мы хотим вложить в уста разговор о Великой Отечественной войне. И Миша решил сам написать эти стихи. И эти стихи оказались очень успешными. То есть они написаны как будто действительно от лица там шестилетнего ребенка, десятилетнего ребенка. То есть это война глазами ребенка сегодняшнего дня, воспоминаниями. И это очень ценно. И сейчас его вот эти стихи, военную тематику, очень многие школы в разных городах используют для своих тематических вечеров. То есть просят разрешения и используют. Ну и в этом году мы очень рады. Он подал свои стихи в разные конкурсы. Большие, серьезные. Он получил, во-первых, стал членом Союза писателей. И вышли его книги. И он получил награды на разных конкурсах и фестивалях. Он стал лауреатом. То есть вышли его песни о войне и стихи. Вышли его стихи о природе. Вышли его замечательные как бы песни, которые мы используем в спектаклях и в сказках. Вот их очень много написано. И я считаю, что это требует отдельного какого-то интервью. Но он у нас человек скромный. Вот надеемся, что все-таки состоится какая-то тоже программа, передача, связанная с этим. Ну, очень бы хотелось и услышать эти стихи. И, возможно, будут проведены творческие вечера. Потому что сейчас все-таки к поэтам, к нашим поэтам есть особое внимание. И очень много молодежи, которые тоже пытаются писать. И, я думаю, для них эти встречи очень ценны. Вот творческий вечер, Михаил Ильина, мы планируем в апреле. Вот, надеемся, будет какой-то анонс. Ну, вот, наверное, там мы познакомимся более подробно со всякими видами его творчества. Несмотря на то, что, казалось бы, только вчера отгремели все 34 спектакля, уже сегодня вы снова открываете свои двери, встречаете юных актеров и проводите фестиваль «Наш дебют». Как он прошел в этом году? Ну, значит, мне иногда спрашивают, зачем вы затеяли этот фестиваль? Да, зачем этот конкурс затеян? Потому что и так много конкурсов. А еще там в рамках большого фестиваля театрального молодежи вдруг появился вот этот детский конкурс «Наш дебют». Мотивация очень простая. Сегодняшние дети – это завтрашняя молодежь. И для того, чтобы в молодежном фестивале мы получали качественный хороший продукт, хорошие спектакли, хороших артистов, интересные проекты, мы должны их чему-то научить. Поэтому фестиваль «Конкурс «Наш дебют»» он прежде всего такой увидеть, найти интересных режиссеров, интересных актеров молодых и помочь им развиваться. То есть подсказать, научить, что-то такое сделать вместе с ними для того, чтобы их продукт оказался гораздо лучше. И нам это удается. Надо признаться, что каждый год, когда мы проходим собеседование с режиссерами, режиссеры слушают нас и слышат членов жюри. А члены жюри – это молодежь, это режиссеры молодежных театров, те, которые прошли путь от вот… сами были малышами, что-то такое играли, да, а потом начали ставить и создавать какие-то свои трупы. То есть они знают это все не понаслышке. И многие режиссеры, которые привозят нам детские работы, они прислушиваются. И иногда мы… вот когда у нас, например, лауреаты наши потом выступают, получившие там первое, второе, третье место, мы им говорим какие-то замечания. И когда они привозят спектакль уже просто на выступление, мы видим, что они его меняют. То есть они там почистили, там подработали, тут изменили. И он начинает блистать, этот спектакль. И мы радуемся, что это произошло. И вот в этом году 120 участников на фестивале. Три дня. Мы вообще планировали одним днем проводить наш дебют. Не получилось. Нет, не получилось. Поэтому пятница, суббота, воскресенье. Причем с утра до вечера, до позднего. Это все вот нон-стоп работы. Ну, конечно, требует много времени этот фестиваль, потому что мы принимаем полновесные работы. То есть это полный спектакль. У кого-то это 20-минутный, у кого-то 30, а у кого-то и часовые программы. Вот. Но мне кажется, что фестиваль прошел очень здорово. Во-первых, много было хороших работ. Много было каких-то свежих течений. Дети такие чудесные. То есть много таких актерских находок. Режиссеры выросли, потому что есть актерские группы, которые у нас участвуют уже много лет подряд. И с каждым годом они привозят все более интересные, интересные спектакли, интересные свои работы. Были также эксперименты. То есть, например, актерские группы, которые привыкли работать в стиле классическом, вдруг нам привезли такие интересные находки, такое в стиле театра Буф. И, может быть, не все сложилось, не все получилось, но это сложный очень жанр. Но, тем не менее, эта попытка говорит о том, что режиссеры детских театральных студий, они не останавливаются на достигнутом и все время в каком-то поиске находятся. Ольга Николаевна, это съемочная группа телеканала ОТВ, тоже насладилась этими выступлениями, спектаклями. Давайте посмотрим, как это было. Да, с удовольствием, с огромным. Номинации «Театральное искусство» и «Художественное чтение» в течение трех дней в театральном центре «Жаворонки» проходил детский конкурс «Наш дебют». Он проводился в рамках открытого фестиваля молодежных театральных коллективов «Взмах крыла». Наконец-то я в балете, я забыла все на свете, даже три помножить на три я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре, как я этого ждала. Мы взяли на себя такую непростую миссию растить вот этих театральных детей. Мне кажется, что нам это потихонечку удается вместе с нашими прекрасными режиссерами разных театральных студий. Сегодня много этих режиссеров, порядка 15. Очень многие из них, мы видим, участвуют из года в год, и они растут, они привозят новые, более интересные работы, они прислушиваются к тому, что говорят члены жюри. В конкурсе принимали участие артисты от 6 до 17 лет. По словам членов жюри, театральный центр подарил детям и молодежи прекрасную возможность проявить свой талант и получить новый опыт. В этом году необычайно много конкурсантов в конкурсе чтецов, порядка 70, даже, наверное, 80 человек. Около 15 спектаклей в конкурсе театральном. «Три медведя», «Тюймовочка», «Волшебник изумрудного города», «История Груффало» театральные студии представили на суд жюри свои лучшие постановки. За 4 года конкурс набрал большую популярность, вырос и уровень участников. Делать выбор все труднее. Я нахожусь, на самом деле, под большим впечатлением. Это очень сложно, потому что дети, они настолько сами по себе прекрасны всегда и органично, что им, в принципе, иногда не надо ничего делать, не надо ничего играть, они всегда сами прекрасны. Поэтому отбирать очень сложно. Хочется пожелать всем конкурсантам удачи. Хочется сказать, чтобы все продолжали творить, пробовать себя в чем-то новом, чтобы они не отступали, даже если кто-то в этот раз не займет конкурсные места. Это ничего не определяет. Главное – верить в свою мечту. Театральный конкурс «Наш дебют» подошел к концу. Победители получили заслуженные подарки, призы и сертификаты. Гран-при фестиваля в номинации «Театральное искусство» завоевала детская онлайн-школа актерского мастерства «Экта Бэби» под руководством режиссера Анны Баздаревой со спектаклем «История Грухола». Ольга Николаевна, вы только-только завершили театральный фестиваль «Наш дебют» и уже во всеоружии готовитесь открыть фестиваль «Валенок энд Лапоть». Теперь он звучит именно так. Да, совершенно верно. Такая наша затея – фестиваль «Перевертыш», который должен идти два раза в году. И мы, собственно, то, что пообещали, начинаем осуществлять. В сентябре первый раз мы проиграли фестиваль «Лапоть энд Валенок» в «Раздолье». Всем он очень понравился, запомнился. Да мы сами что-то такое влюбились, мне кажется, в этот проект, хотя сомневались, сумеем ли мы его реализовать так, как мы хотели. Но он получился яркий, интересный, незабываемый, какой-то очень оригинальный. Ну, может быть, и то, что это все было на природе, и вот это такое единение прекрасного парка «Раздолье», и все, что вот мы придумали, оно, конечно, получило такой хороший отзыв, прекрасный резонанс. Но наступила зима, и мы обещали, что зимой у нас наш валенок перевернется. Да, то есть он был у нас лаптем, потому что летом мы носили такую обувь, и станет валенком. И вот валенок энд Лапоть 12 и 13 февраля открывает свои двери, опять же в парке «Раздолье». Все в недоумении. Зима, огромное количество снежных сугробов, парк, как мы там будем петь, плясать. Но сразу могу сказать, что мы же затейники, и мы это понимали прекрасно. И конкурсная программа этого фестиваля «Валенок» в корне отличается от той фестивальной программы, которая была в осенний период. Она посвящена полностью народным гуляниям. То есть мы принимаем в конкурс различные формы народных гуляний. То есть от обычных анимационных программ до театрализованных форм, когда театр выходит работать и играть, как потешники с населением. То есть до 30 минут любую программу можно представить сюда. Второй день в парке «Раздолье» мы проводим большой галоконцерт на сценическую площадку, на прекрасную, мне кажется, сценическую площадку, которая будет отапливаема, хотя она на улице, мы позаботимся о комфорте наших актеров. Но при этом вот кругом сугробы, лес. Очень атмосферно. Да, очень атмосферно. И вот выйдут у нас лауреаты Лаптя, те, кто заняли первые места, и красивые приглашенные гости. Мне очень приятно, что всячески нас, как всегда, поддержал Комитет по культуре. И поддержали нас и наши депутаты. Вновь у нас будут прекрасные кубки, специально сделанные, созданные на базе фабрики «Гжель». Кто был у нас на фестивале, помнит прекрасно этот чудесный валенок и лапоть, собранный в единый кубок. И там у нас человек, играющий на домбре, и девушка, танцующая русскую березку. Вот такой симбиоз разных народов. Мне кажется, что это получится очень интересно. И главным призом, кроме кубка, кроме грамот, кроме каких-то поощрительных призов, главным призом станет то, что вот эта программа, лучшая игровая программа, она получит сертификат выступления в городе Звенигород на Масленице. То есть на центральных площадях. И этот коллектив, который нам предложат, мы не знаем, откуда он будет, он сможет порадовать жителей прекрасного города Звенигорода. Ну, в принципе, это прекрасная возможность для всех режиссеров-постановщиков попробовать свои силы, обкатать новые программы, интересные находки, потому что их сейчас очень много. И технические средства, они все не стоят на месте. Все постоянно меняется, динамично меняется. И, в общем-то, получить такую замечательную возможность потом свою программу уже презентовать в городе, на населении. То есть мне кажется, это очень здорово. Да, я тоже думаю, что это будет хорошо. И я очень надеюсь, что жители, которые приедут к нам отовсюду в парк Раздолье, тоже получат колоссальное удовольствие. Тем более, что я говорю, мы вроде бы, знаете, вот едем, когда на машине, думаем, сколько снега, сколько снега, быстрее бы все это убирали, все расчищали. А с другой стороны, какое счастье. Я каждый раз говорю своим детям, внукам, каждый раз говорю, что люди, такое счастье, что мы живем в средней полосе. Мы можем увидеть настоящую зиму с белыми сугробами, настоящее лето, настоящую весну, настоящую осень. Все четыре времени года. То есть люди есть, живущие в разных местах, которые знают только одно время года, ну, в лучшем случае, там, два. А мы вот знаем все четыре. И в этом году зима, как никогда, прекрасная, настоящая, русская, пушистая и белоснежная. Ольга Николаевна, будут ли в 2022 году премьеры от Театра Крылья? Конечно. Конечно, мы готовим премьеры, причем мы готовим премьеру в 2022 году и детскую, и взрослую. Вот. Детская премьера уже, скажем так, не за горами. Уже даже, скажем, есть спрос на этот спектакль, который еще не готов. И мы планируем повести этот спектакль в Сочи, на международный фестиваль. Готовимся, пока название держим в секрете. Вот. Но, опять, для младшей труппы основной это будет новый совершенно виток. Почему? Вроде бы сказочная история, да? Но она настолько жизненная, настолько характерная. То есть, ее очень легко перенести на взаимоотношения людей, то есть, человеческие взаимоотношения. И нами было принято решение, что мы будем играть в черных кабинетах. Дети впервые будут так играть. То есть, никакие костюмы, там, хвосты, уши не будут им помогать, не будет этот антураж. То есть, они должны будут сыграть пластические интересные образы, которые, в которых дети, зрители, разглядят сказочных персонажей, животных в том числе. Ну, а взрослые увидят те взаимоотношения, которые существуют в каждой семье. Абсолютно каждой. Вот такая у нас задача. Если мы справимся, то это будет очень здорово и интересно. Ну, а со взрослыми у нас этот год вообще должен быть очень плодотворный. Во-первых, мы сумели заключить несколько договоров соцпартнерства с нашими окруженными домами культуры и с домами культуры, которые находятся в Московской области и за пределами. То есть, это вот и Новая Москва, в том числе, на показ наших спектаклей. Причем не просто на показ наших спектаклей, а на то, что зрителю продают билеты, те или иные дома культуры реализуют свою собственную программу. Мы получаем не только зрителя, но и получаем какие-то, пусть небольшие, но какие-то определенные дивиденды. То есть, попытка, скажем так, заработать какие-то дополнительные средства для того, чтобы можно было приобрести там лишние костюмы, какой-то свет, какое-то оборудование. И вот на сегодня нам все эти годы не удавалось заранее заключить договора. То есть, если бывало, то это стихийно. Ну, вдруг кто-то позвонил, вот можете там в такой-то день. А сейчас на весь 22-й год уже есть 12 договоров. Мы уже понимаем, какие спектакли мы играем. И немало, немного на 22-й год наших репертуарных спектаклей мы играем 7. То есть, 7 больших спектаклей мы должны держать все время в состоянии рабочем. Это очень непросто для любительского коллектива, где нет актерских ставок. И актеры репетируют после своей основной работы. Это вот для тех, кто не знает, хотя все обычно удивляются, говорят, что у вас актерские ставки, и вы, в общем, живете как настоящий театр. Мы живем как настоящий театр, но не имея актерских ставок. Ну и, конечно, мы готовим новую премьеру. Мы очень надеемся, что премьера у нас подоспеет. Это к ноябрю. И мы готовим новый грандиозный проект. Мы хотим удивить себя и наших зрителей на День народного единства. Вот что у нас из этого получится, пока не знаю. То есть, вот 4 ноября, вот у нас такое время Че, к которому мы потихонечку идем. Поэтому, друзья мои, молодежь, если вы тут где-то рядом, и вам недалеко ездить, и вы еще не в театре в нашем, то обязательно нужно прийти. У нас есть возможность реализовать себя. Тем более, что многие наши дети поступили сейчас, вот в прошлом году, в театральные вузы. Произошел некий отток наших чудесных студийцев. Но на это место должны прийти новые люди, которые получат тут же роли и начнут работать в спектаклях. Спасибо, Ольга Николаевна, за интересное интервью. С нетерпением ждем. Премьер. Спасибо большое. А я желаю прекрасному нашему телевидению, Одинцовскому, развития. Мне очень приятно, что происходят какие-то приятные перемены. Мне очень приятно видеть интересные программы, ну и видеть, что наше Одинцовское телевидение развивается. Поэтому я желаю ему благополучия, счастья и хороших кадров. Спасибо. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...